Веган Христолюб Мы с вами разбираем предпоследнее видео Последнее у нас будет Наоборот, я веган, христианин, веган Ибо Иисус, Бог любой во плоти Сегодня предпоследнее посвящено Известному событию Так называемой Пасхи Еврейской, так называемой Тайной вечери В религиозных Псевдо-христианских сектах Это называется Ну или прощальный ужин Как я его называю Ролик будет, конечно, длинный Готовьтесь, поговорим обо всех Этих нюансах, аспектах Первое, с чего я хочу начать Что в Евангелии У нас есть 4 Евангелия Три из которых, так называемых, синаптических Потому что они очень похожи друг на друга Это Марка, Матфея и Луки Есть Евангелие от Ана Немножко таким она особняком стоит И в Евангелие от Ана Там тоже, конечно же, описано Прощальный ужин, более того, он там описан даже Более подробно С одной стороны Ну по объему, да Он больше Там в двух главах Это если измерять Описано, да Но там нет ни слова Как я вот здесь себе Пометочки всегда делаю В тексте Конкретную страницу На своем сайте Я создал Веган по Библии И здесь все эти пометки себе делаю Что в Евангелии от Ана Вообще нет ничего Ну а посте Так как вся эта страница была посвящена и посту Потому что у православных Да, есть такие понятия, как пост По сути Типа диеты Как у язычников Атеистов есть Вот И в данном случае Евангелие от Ана Сегодня нас вообще интересовать не будет Потому что в нем Не зря ядно называют богословом Он там поднимал высокие темы О любви Да Ну мы сегодня конечно об этом будем говорить Но вот именно Но к самому чтению Мы прибегать не будем Потому что Евангелие от Ана Она настолько духовная Да, что там До земли не спускается Его речи Там мы ничего не видим Что у них на столе Как все это происходит Там речь идет все время О любви И делах любви Именно из Евангелия от Ана Мы узнали Что Иисус там умывал ноги Своим ученикам Когда они там Насались Кто из них больше Кто из них меньше Да, там он говорит Что он им все сказал Что единственный заповедь Которое Он им дает это любить Друг другу И все на свете Да Вот поэтому Сегодня этого делать не будем Ну а Почитаем мы с вами Сегодня Марка и Матфея Там все практически одинаково Поэтому Мы с вами только Матфея Возьмем небольшой Причем кусочек И более Побольше возьмем Из луки Вот Немножко там я тоже Отрезаю Что не касается Темы конкретно Мы же сегодня разбираем Так скажем По вегу Но эти мы Все эти вещи Для веганства Как все это нам полезно Поэтому В луке там тоже Достаточно Прощальный ужин Подробно написано Там тоже есть нюансы Которые к веганству Не имеют никакого отношения Тоже о том Что там Иисус делал Говорил о предательстве Иуды Мы все это с вами Сегодня конечно Штрогать не будем Мы будем разбирать Те моменты Которые касаются Непосредственно Звучит в принципе Видео Якобы о том Что Убийцы трупажоры В частности Религиозные люди Так называемые Христиане Православные Католик протестанты Все кто имеет на руках Библию Как там читает Или слышал о ней Может называть себя Православным Ни раз в жизни Не открывать Но все якобы знают Что там На этом прощальном ужине На тайной вечере Иисус якобы там Ел ягненка Якобы ученики Его там убивали Да Все это готовили А может сам Иисус Да Ну тут Мы сейчас с вами Поэтому с вами Все это сейчас почитаем Читаем Матфея 26 главу 17 по 19 стих В первый же день Опресночной Приступили ученики К Иисусу И сказали ему Где велишь нам Приготовить тебе Пасху Он сказал Пойдите в город К такому-то И скажите ему Учитель говорит Время мое близко У тебя совершу Пасху С учениками моими Ученики сделали Как повелел им Иисус И приготовили Пасху Пасху Ну мои пометочки Тут я всегда делаю Таким помельче Шрифтом сереньким Чтобы они в глаза Не сильно бросались Не мешали Главному тексту Пасха Ну и сразу скажу Да Чему-то ложное убеждение У многих людей Ну понятно Почему От невежества Никто ничем не интересуется И думать Что Пасха Об этом я еще позже Скажу более подробно Что Пасха Это ягненок Якобы И приготовить Пасху Значит убить ягненка Да И там зажарить его Это абсолютно неверное представление О том Что якобы Иисус съел Пасху И что вообще Пасха Я говорю Это ягненок Да Это абсолютно неверное Понятие Это точно так Что я сейчас буду об этом Еще позже говорить Но сейчас все равно Говорюсь Что якобы Это то же самое Что православные кулич Кулич Кто знает на Пасху Уже православную делают Уже кулич Пасхой называют То же самое Поэтому То что якобы Называется ягненок Пасха Это огромная ошибка И просто От невежества Непонимания Вот я здесь так и пишу Пасха это не мясо ягненка А название праздника Это очень важно Понимать Да Это Хотя в сознании евреев Пасха стала сырваться с мясом Точно так же Как православные И кулич Стали называть Пасхой Такое вот народное богословие Вы знаете Павел такие вещи Называл бабьями баснями Или преданиями Старичков Да Вот Об этом речь идет Давайте перейдем на Википедию Вы знаете Я постоянно пользуюсь Когда С каких-то ресурсов Что-то хочу дать Какие-то определения Потому что Википедия Она сама себя Пасценирует Как свободная Энциклопедия И статьи Хоть пишутся Какими-то конкретными людьми Но они всегда безавторные Да Они не православные Не католические Ну понятно Человек может принадлежать И неизвестно кто Но они не подписывают С авторством И якобы Они стараются Подать независимую Такую информацию Я поэтому Чтобы никаким Так скажем Не отнестись Я всегда именно С Википедии Читаю Иногда мне в комментариях За это Хейтили Но этот хейт Не правомерный Потому что Я именно с этой целью Делаю Чтобы не заходя На какой-то Конкретный Ресурс Да По идее Конечно бы Самое достоверное Было По идее Мы же сейчас С вами будем О еврействе Читать На еврейский Портал Какой-нибудь Да Как они там Все это пишут Но как я вам говорю У меня такой Принцип Я так делаю И считаю Это правильным Во-первых Песа Пасха Это как По-русски Уже говорится По Если транслитом С еврейского Звучит Это как Песах Из иврита Да Это тоже важно Еврейский праздник И вот заметьте Самое первое Определение Мы читаем То есть Пасха Не потому что Христолюк пытается Что-то придумать Пасха Это не ягненок Поэтому приготовить Пасху Когда мы с вами читаем Евангелие О том что Иисус там С учениками Тоже праздновал Поэтому приготовить Пасху Это не приготовить ягненка Мы сейчас Я об этом буду говорить Что там Все как всегда Это просто уродливые переводы Вот Перевести там Можно по-разному Либо приготовиться Где Альвиришнам Приготовиться к празднику Приготовить праздник Приготовить все К празднованию Как хотите Если правильно Русский язык Употреблять То здесь Именно там Речь об этом Но сейчас Мы к текстам Вернемся К евангельским Давайте просто Прочитаем Чтобы вы поняли Что это праздник В принципе Вся суть Того что сейчас Википедии прочитаю Показать вам Что это не ягненок А праздник Давайте об этом И прочитаем Причем я прочитаю Достаточно много Чтобы у вас Это утвердилось Центральный Детский праздник В память Об исходе Из Египта Один из трех Паломнических праздников Начинается вечером С 14 на 15 Ниссана Я кое-что буду пропускать Там в скобках Чтобы хоть как-то сократить Празднуется В течение 7 дней В Израиле Восьмой Вне Израиля Почитается также Корямыми Самаритянами Частичными Сианскими Удей Тора запрещает Удей В течение праздника Употреблять В пищу хлеб И любые другие продукты Содержащие зерновые Которые подвергались Закваске Квасное Или разбухание Заквасшего теста Ассоциируется С проявлением Злого начала Гордыни И ленью Также Тора Петекни же Повелевает Есть в эти дни Мацу Опресноке Который напоминает О внезапности Раскрытия Божественного присутствия Отменившего Злое начало И создавшего Возможность Перехода евреев От покорности В воле фраона От покорности В воле Творца Песах наряду Суккот Обратите Слово Здесь переход Было Да Я в этом ролике Знаете Все-таки Посвящу Немножко Этому Песаху И сейчас Кое-что скажу Давайте Сейчас сначала Просто зачитаю Песах наряду С Суккотом И Швот Один из трех Праздниковым Паломчеством Иерусалим В Израиле Песах Это семидневный праздник То есть Заметьте Праздновать Пасху Это значит Вообще Не один день Даже Это семидневный праздник Опять мы с вами Встречаем слово Раз Что это праздник И более того В Израиле Песах Это семидневный праздник То есть Еще раз Праздник Семидневный праздник Уже два раза Мы видим Понимание Что такое Песах Первые и последние дни Которого Полноценные праздники И нерабочие дни Промежуточные дни называются словами... Ну ладно, все это за пределами Израиля. Праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два полноценные праздники. Название праздника. У праздника Песах несколько названий. Песах прошло мимо, миновал или прошел мимо в память о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта. Дальше мы... Ну, в принципе, да, это праздник опресноков в память о том, что евреи питались мацой в годы рабства, ну, манной, это тут не перевели слово, а также о том, что время выхода из Египта тесто не успело закваситься. Праздник весны, когда отмечается праздник, месяц Ниссан, также называется месяц Мавив, и праздник свободы в памяти о бесходе из Египта. История праздника. Давайте тоже прочитаем. В религиозной традиции праздник посвящен освобождению еврейского народа, раз уж мы сегодня разбираем Пасху, которую праздновал Иисус с учениками. В религиозной традиции праздник посвящен освобождению еврейского народа из египтского рабства. 210 лет евреи находились в рабстве у египтян. Бог, чтобы освободить богоизбранный народ, послал на египтян 10 казней, и только после 10-й фараон отпустил евреев на свободу. Согласно Пятикнижию, Бог повелел евреям 14-го Ниссана накануне последней из 10 казней поражения первенцев заколоть агнцев, ягнят-козлят, считавшимся у египтян священными животными, испечь на огне их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В награду за самоотверженность, вопреки опасности быть побитыми египтянами камнями за убийство их священных животных, в ночь 15-го Ниссана Бог прошел мимо дома евреев, и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы. По мнению некоторых следователей, возникновение праздничного обряда связано с сезоном смены зимних пастбищ на летние. А обычай мазать дверные косяки кровью был магическим ритуалом защиты стад. При этом употребление в пищу опресноков, возможно, изначально было отдельным праздником, связанным с первым урожаем. Тор упоминает о празднике Пасхи неоднократно. Помимо 12-й главы книги «Исход», где рассказывается история возникновения праздника и подобно, приведены законы, касающиеся порядка празднования о Песахе, говорится в разных местах, я их не буду перечислять, где вводится уточнение и дополнение в законах Песаха. В числах устанавливается заповедь о втором Песахе для тех, кто не смог отпраздновать вовремя. Вводится дополнительная возможность принести пасхальную жертву через месяц после праздника. О праздновании Песаха при вхождении евреев в землю Израиля говорилось ттт. Затем, по свидетельству Библии, праздник Песах был забыт, потом возобновлен вновь. Описание празднования ТТТ такое же упоминается так. После разрушения второго храма в 70-м году н.э. пасхальное жертвование стало невозможным, и в празднование были внесены вынужденные коррективы. Центральным блюдом праздничной трапезы вместо мяса пасхальную акцию стала маца. Соответствующие изменения внесли в текст читаемых за столом молитв. Очень важный, кстати, тоже момент. Я хотел бы вам, чтобы вы его тоже запомнили. Мы сейчас об этом поговорим. То есть еще раз теперь. Ну что, стоит вам еще раз то же самое своими словами, как я, да, сказать. Давайте еще раз вспомним. Во-первых, кто, конечно, я сегодня буду говорить, рассчитывая на тех людей, кто либо, я не знаю, как делиться такими роликами, с тех, кто просто вырывает, вот что-то услышал. Конечно, я поделюсь таким роликом, он будет часа на два, наверное. Кто его там будет смотреть? Более того, надо вообще прочитать Ветхий Завет, причем желательно с комментариями, и желательно такого, как я, да, что там Бог ли все это творил, да, с евреями, Бог ли там убивал первенцев, агнцев. С этим надо вещами вообще разобраться. Поэтому это, конечно же, в рамках этого видео мы не сможем с вами разобрать. Кто хочет, смотрите мои видео, как относиться к Библии. Есть Библия, плейлист на канале Христолюб Веган, чтение Библийных Писаний. Вся Библия целиком записана. Хотите, слушайте, там я все читаю подробно и комментирую, да. Вот, ну, вкратце еще расскажу. Моисей, евреи в рабстве у египтян. Моисей там якобы пытается их вывести, да. Десять казней, так скажем, наступают на евреев, ой, на египтян, да. Предпоследние казни, так называемые, на самом деле, были воспитательные уроки, да, египтян. И причем они сначала были неубийственные, да. И когда фараон египтский был уже настолько ожесточен, его прямо, Моисей предупреждает, что отпусти, ничего не будет, да. Но он опять упорствует уже после девятого предупреждения, девяти предупреждений, когда еще никто не погибал, да. Десятый он говорит, все первенцы погибнут, да, у кого есть, в том числе у фараона погиб сын, умер сын, да. Вот. Ну, а якобы Бог, ну, про это все делал Моисей, говорит евреям, что, типа, вот, возьмите от ста до овец. Но они всегда были трупожорами, все понятно, они грешили, а еще от Адама с Евой, да. Убили также, убивают также первенца животное, овцу, ягненка, хотите, молодого первенца, да, маленького. Бедное, несчастное животное. И что делают? Убив животное, кровью там помазывали косяки, чтобы якобы этот дух смерти, там не Бог убивать первенцев, а дух смерти, Бог попускает, да, отпускает его, так скажем, как цепного пса, хотя тоже выражение не совсем правильно, но тот, кто все понимает, меня поймет, да. Это к той мысли, что без воли Божьей ничего не происходит, но Бог, конечно же, не сама смерть, и, конечно же, смерть это не его цепной пес, но это такие образы, я говорю, чтобы было просто понятным. Вот. И якобы дух этот смерти не входит в эти дома, и там все живо остаются. Ну, а кто и из евреев, кто не поверил, не мазал, и из египтян, где они находились в Египте, все первенцы в доме погибли, что животные, то же самое, что люди даже, то есть все дети, кто были, ну, первенцы, кто первый родился в семье, детей может быть хоть 20, хоть 30, да, и вот первенец погибал. Вот такая вот история, да, и плюс потом якобы фараон отпускает, вы помните, они идут, и потом все равно фараон ожесточается, еще и вдогонку бежит, желая всех евреев истребить, да. Но там, помните, целая история, потом они море переходят в оконцовке, фараон все-таки в этом море погибает, ну, там неизвестно, конечно, кстати, тайно покрытая мраком, погибли сам фараон, но войско все погибает, евреи переходят посуху между морем, море расступается, да, они другой берег переходят, ну, где современные, так скажем, Израиль теперь туда идут, да, в эту сторону. Ну, и вот они празднуют это, и вот, как мы видим с вами, Писах это праздник, это 7-дневный праздник, причем вы видите, он, кто может быть мои ролики старый помнит или будет смотреть когда-нибудь, я даже очень часто видел, что Писах это переход, и мы с вами прочитали, что, в принципе, значение как бы 4, они все вмещают в праздник Писах, все туда вмещают. И вот эта память даже не о том, что прямо о всех 10 там, ну, и о 10 всех этих воспитательных уроках, да, египтян, чтобы они отпустили предупреждение. И сам переход мы с вами видим, да, и то же самое, как он еще потом водил их в пустыне, манной небесной Питая, то есть в празднике Писах они вообще все вспоминают, начиная от этих казней, самошествие, переход, да, и это символизирует, как видите, переход от поклонения египтянам и рабства египтянам в рабство или поклонение Богу, да, и саму пустыню уже вспоминают, то есть Писах это праздник, целый вот этот, все события до тех пор, пока они не дошли до земли обетованной, да, то есть вот что такое, то есть праздник Писах это не ягненок конкретно, это вот, к сожалению, это у людей в голове сидит, и это беда, это абсолютно не так. Это, как я говорю, околоцерковное бабушкино богословие, точно так же, как и куличи, названные Пасхой, Пасху будешь, кулич, он и есть уже кулич, у него есть слово, есть яйца там красят, кулич делают, это не Пасха, да, Пасха это праздник, и как, я, почему, смотрите, вот живой пример, смотри, как элементарное, в том же самом, православие там, я точно не знаю, как там в католицизме пекут ли там куличи, да, ну, опять же, русские протестанты, может, пекут там, зарубежные, может, нет, я не знаю всех тонкостей, знаю, как православные, да, все-таки в России большинство православных засели этой раковые опухоли, да, и вот кулич уже спокойно называют Пасхой, вот то же самое, знаете, даже если евреи так называли, это было то же самое, такой уже, у колонии же такой же народ, и точно так же со времен еще Моисея, все, и люди тоже недалекие, точно такие же невежественные, поймите, все те же самые евреи, которые празднуют ту же самую Пасху, и у них точно такие же семьи, как у нас с вами, и там может папа даже быть и супер фрисеем и законником, но дети могут быть спокойные, или там жены, и ничего не понимать, мужья там, братья, сестры, в семье разные, да, вот, это все очень важно понимать в жизни, да, вот это все очень любят там идеализировать, да, якобы там евреи все такие были, это не так абсолютно. Продолжаем с вами дальше читать, сейчас мы читаем Луку, то же самое, момент, 22, 7, 22 глава, с 7 по 23 стих, я, видите, такую картинку даже нашел, и тут якобы, хотя там Христос уже чашу поднимает с вином, ну, якобы вот тут даже ножка от ягненка лежит на тарелке, ну, кстати, чем хороша картина, что тут, видите, разные вещи есть, и виноград там, и все есть, да, как я всегда говорил, это не значит, что на картинах только то, что рисует, там один хлеб и вино у них был, да, в этом плане, да. Ну, и давайте читать, как в Луке, еще раз обращу внимание, как мы читали с вами в Матфее, тут вообще нет ничего про закалывание там ягненка или так далее, тоже очень важно, что в одном Евангелии мы видим спокойно, пишется в первый же день опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь приготовить тебе Пасху, то есть я говорю, как правильно прочитать это место, где велишь приготовиться к празднику, накрыть там на стол, ну, где будем праздновать, где будем праздновать Пасху, да, где велишь нам праздновать, где мы будем все эти 7 дней тусить, тусоваться, и праздновать Пасху, как мы видим, она длится даже не один день, да. Ну, смотрите, как мы читаем в Луке, 22 глава, с 7 по 23 стих. Настал же день опресноком, в который надлежало закалывать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Анна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома, учитель, говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу, большую услуну, и там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег с двенадцатью, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо скажу вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. Ну, и тут я уже вот даю тоже свой комментарий, опять пометочки себе делаю. Достаточно подменить всего лишь одно слово, и труппажер ликует, найдя себе оправдание для убийства животных и пожираниях трупов. Приготовить Пасху, значит, приготовиться к празднику. Я еще раз повторяюсь, теперь я хочу вам открыть, это мы закрываем, новый русский перевод. Я когда вообще всегда говорил, что и в своих-то роликах, когда просто так последовательно записывал Новый Завет, я там тоже на такие внимания все обращал внимание, про Пасху, что это праздник, я даже тогда еще и русский Новый Перевод-то никогда не читал. Да я вообще вам скажу, что я его, знаете, так полноценно взял, прям все в Новом Русском Переводе, я его, по-моему, так и не читал. Я всегда обычно, ну, либо какие-то интересные моменты я читал, как мне на душе лежало, я всегда встречал со всеми, не только с Новым Русским, какие сейчас есть доступны. Естественно, как я говорю, есть греческие подстрочники, то есть греческий текст и такой подстрочник дословный, да. Вот даже это слово «есть», которое мы с вами встречаем в Синодальном Переводе, вы знаете, оно вот так уродливо звучит, оно звучит больше как с английского «из» переводит. Я есть Дима, да, а из Дима. Да, вот здесь то же самое. Я вам просто... А когда я, кстати, Новый Русский Перевод прочел, я, так скажем, обалдел, что все, что я говорил, все вам, пожалуйста, переведено, да. Как мы читаем, причем это же не веганы, Новый Русский Перевод делали точно так же, переводили древние, там все это сличали, как и Новый Русский. Вот давайте прочитаем, как в Новом Русском Переводе это написано. Наступил день пресных хлебов, ну то есть первый день пасхального праздника, который длится семь дней, теперь мы с вами уже в этом разобрались, в вопросе. Когда следовало, то есть этот день, когда в этот день закалывают пасхального ягненка, но это не призыв Иисуса закалывать, заметьте, это автор вот именно, просто пишет о том, о чем я вам целую историю рассказал, да, вот, чего нет в Евангелии. По идее, каждый должен как-то где-то информацию это накопать, да. То есть день, когда закалывают пасхального агнца, и заметьте, здесь написано, вот еще раз с вами давайте теперь более подробно, прям встречаем, как написано в Синодальном. Настал же день опресноков, который надлежала закалу пасхального агнца, и послал Иисус Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Что мы читаем с вами в новом русском переводе? Идите, приготовьте для нас пасхальный ужин. Пасхальный ужин и приготовьте есть Пасху, это разные вещи. Где ты хочешь, чтобы мы его приготовили? Ужин, да, не ягненка. Ужин. Очень важно. Вот именно. Кто бы вы там религиозники не были, еще может быть не веганы, да, ну пожалуйста, вы их отрицать существование не можете. Есть веганы, вы знаете. Вы Новый год трупажоры празднуете, и веганы празднуют. Да, это один праздник, день рождения, или просто вечером собрались поужинать или пообедать. И когда муж жене говорит, трупажорки, приготовь ужин, это один ужин. Да, и на столе соответствующие продукты или трупы там, да, правильнее будет говорить. А когда семья веганов, муж скажет, ну что, приготовь сегодня ужин, есть там повод отпраздновать, да, у меня там на работе какой-то это, детей собери там, друзей позови, приготовь что-нибудь на стол. Естественно, этот ужин, да, у семьи веганов и там его друзей будет отличаться абсолютно кардинально. Да, на этом столе не будет никаких трупов там или продуктов, полученных посредством эксплуатации животных. Обращу внимание на это еще раз. «Где ты хочешь, чтобы мы приготовили ужин?» спросили они. Он ответил, когда вы войдете в город, то встретите человека, несущего кувшин с водой, идите за ним в дом, куда он войдет. И скажите, хозяин дома, учитель спрашивает тебя, где комната для гостей, в которой я буду есть пасхальный ужин, где я буду кушать, если хотите короче, где мы будем кушать или, ну, праздновать этот, да, есть пасхальный ужин с моими учениками. Не ягненка конкретно, а мы будем кушать, да, что там будет, здесь непонятно. Вот абстрагируйтесь, вот уберите вот эту предвзятость, уже в закваску в своей голове вам трупажоры вбили, убийцы, да, жестокосердные, что якобы там Иисус и его ученики кого-то там убивали. До этого убивали ученики его, да, до того, как Иисус их взял своими учениками. Сам он этого никогда, тем более, не делал. Он покажет вам большую комнату наверху, в которой уже все приготовлено, и приготовьте ужин. Сам Иисус говорит, ты приготовьте нам вечерний, ну, ужин, вечерний прием пищи. Приготовьте, накройте стол. Иисус не говорит им закалывать ягненка, очень важно, и закалить ягненка, да, и приготовьте его. Разве Иисус так говорит? Нет. То, что даже, я говорю, мы, заметьте, еще раз говорю, в одном Евангелии вообще не написано, что в день опресночный, когда надо было закалывать, я вам обратил на это внимание. Хорошо, в другом Евангелии так написано. Наступил день пресных хлебов, когда следовало заколоть пасхального агнца. Он просто уточняет, автор, что в этот день делалось, конкретно в первый день, праздника Песах, праздника Переход, или праздника Миновал, нас ангел смерти, когда шел, да. Но, по сути, Песах вообще не так, не так. Песах – это вообще набор целых праздников, так скажем, внутри себя. Это просто первый день, когда закалали. Но здесь не сказано, что Иисус им тоже говорит, закалывайте. Как мы видим, абсолютно нет. Они пошли, и все произошло так, как им сказал Иисус, и они приготовили пасхальный ужин. То есть, еще раз обращаю ваше внимание на то, что, пожалуйста, это не только христолюб придумал, особенно те, кто, может быть, признает, или там любит, или считает синодальный плохим, а оно в русский хорошим. Вот. Тем более для вас это должно быть, это протестанты в основном, естественно, к этому склоны синодальные, это больше, естественно, православные там считают его святым и правильным, и непогрешимым. То есть, пожалуйста, не такой он и непогрешимый. Да. Все эти переводы, все это извращение. Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Да. Это абсолютно не так. Это, знаете, это вот действительно, тут сразу православие видно. Вот у них вместо Пасхи куличи в голове. Приготовьте нам есть Пасху, как куличи. Пасху празднуют, ее не готовят, ну, в смысле, на костре. Ее готовят, как праздник тоже, если понять, приготовь, ну, готовься к празднику. Такое тоже есть словосочетание. Но не есть ее. Я говорю, хотя бы приготовьтесь к Пасхе бы написали, а приготовьте нам есть Пасху. Вот сразу здесь православие, все в одном слове. Да. Потому что у него в голове Пасха, кстати, в прямом и в переносном смысле у православных, да, куличи в голове, больше у них там ничего нет. Вот так вот. Ну, и мы с вами уже дочитали, еще раз, уже сама речь, и вот они на этом ужине, да, Иисус какую фразу произносит? Они вечером сидят, кушают, мы всегда это называем празднествованием, да, что Иисус говорит? Очень желал я есть, опять, и вот именно на это место мне тоже не растыкали, смотри, нет, Иисус прямо говорит уже, нет, я желал есть с вами эту Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не свершится в Царстве Божьем. Я от вас скрывать не буду. В Новом Русском Переводе, уже несмотря на то, что здесь все время речь шла об ужине, то дальше мы читаем, когда пришло время, Иисус и его апостол собрались у стола, Иисус сказал им, я очень хотел есть эту Пасху с вами перед моими страданиями, говорю вам, что я уже не буду есть ее до тех пор, пока она не свершится в Царстве Божьем. Вот опять я хочу обратить внимание, во-первых, я об этом все равно, хоть я говорю, конечно, надо почитать Библию, посмотреть мои проповеди о Библии, где много чего говорю, вот даже здесь идет несостыковка. Здесь как будто даже в этом слове сказано, я очень хотел бы есть с вами Пасху, и говорю вам, что не буду есть ее до тех пор, пока она не свершится в Царстве Божьем. Как Пасха может совершиться? Ну как? О чем вообще тогда речь? Как он ее ест, а она не свершится? Что такое тогда Пасха, если она должна свершиться в Царстве Божьем? Тут у меня, а то заградилось значком. Пока она не свершится. Так что такое Пасха? Иисус вообще говорит, что он ее не будет есть. Во-первых, я вам первое, что скажу, вот как я тут написал, вы не знаю, может не уловили, то есть еще раз я говорю, достаточно подменить всего лишь одно слово, и трупажер ликует, найдя себе оправдание для убийств животных и пожирания их трупов. Посмотрите, как я прочитаю элементарно, опять слово есть, просто на слово праздновать заменю, и когда мы слово есть, как бы якобы, чуть ли не эту там лытку, ножку, или как она там называется, ягненка, или как у православных сейчас кулича, мы просто слово есть заменяем на слово праздновать. Давайте прочитаем с этим словом. «Я очень желал бы праздновать с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду ее праздновать, пока она не совершится в Царстве Божьем». как отлично читается. Как бы я желал с вами праздновать этот праздник, отмечать его, прежде моего, чтобы не было этого страдания. Но оно будет. И уже после не буду праздновать до тех пор, пока мы с вами не будем праздновать эту Пасху в Царстве Небесном, пока она не совершится. Надо понять, что Писах, вот именно, и вся та история с израильским народом, она символизирует, как бы кто знает, Ветхий Завет, всю, так скажем, историю человека, когда он из грешника, находясь в рабстве греха в Египте, так называемом, в рабстве демонов, да, порабощен демоном, египтянам, он при переходе, да, из смерти в жизнь, он переходит куда? И проходя пустыню, школу жизни, да, и плохого, и хорошего, и мана там небесный, там он еще косячит. Помните, евреи попадают, куда в землю обетованную, вот, воды там этого, червного моря, означают крещение водное, потом он в пустыне, потом трудится, ведя святую жизнь, и таким образом достигает, да, пустыня символизирует отказ от всего, кто помнит в землю обетованную, они не сразу, конечно, попадают, а идут сначала, не уклоняясь ни налево, ни направо по дорожке, царским путем, исполнение Христово заповедей, все это символено, да, и куда они, сражаясь с разными народами, то есть с кем? со страстями, как любят там говорить, да, действительно, исправляя свою жизнь, только тогда человек достигает чего? Земли обетованной. Вот что это означало, и вот о чем Иисус им говорит, опять все то же самое, да, вот, поэтому, конечно же, все вот это, вот, по поводу того, что там Иисус, якобы, убивал, ну, пусть не он, а вот якобы там, даже ученики его убивали, там, ягненка, они всю эту трупятину ели, конечно же, нет. Что же было на самом деле? Давайте мы с вами прочитаем. И взяв чашу, и благодарив, сказал, чашу с вином, примите ее, и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царство Божие. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после ужина взял, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая у меня со мной за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделал. Ну и тут у меня большой комментарий, сейчас мы обо всем этом будем говорить. Мы с вами видим на самом деле, что Иисус, да, где-то у меня картинка, или я, я. Сейчас она у меня тут ниже, да. Вот тоже есть такая, что Иисус, вы знаете, не зря вот мы видим этот хлеб и вино в его руках, и то, что он ученикам в этот день, в самый великий день для евреев, почему-то себя, говоря о том, что он и есть тот агнец, он об этом сам будет о себе говорить ни разу, да, что он и есть тот агнец, который будет заклан. Я вам напомню, ну вот вы видите картинку, и слова, я напомню Иисусу, сам потом будет принесен в жертву, как животное, о нем в деяниях, а еще в деяниях апостол вспоминает пророка Исаию, которое было сказано, как овца введен был он на заклане, и как агнец предстригущим был безгласен, так он не отверзает уст своих. А в Коринфянам Павел еще так говорил, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вот как раз заколанит-то Христа, да. И я хочу все время о чем сказать-то, если убивать животных, жертву Богу хорошо, то по логике убийство Христа угодно Богу дело. Но мы же видим, что сравнение убийства Христа с убийством животного идет в негативном ключе. Я к чему вот эти все фразы, да, как овца введен был на заклане, заклан за нас, как Христос Пасха, да, вот этот ягненок заклана за нас. То есть мы видим, что даже апостолы, потом вспоминая всякие места из Писания, или своими, уже Павел вот свою такую формулировку придумал, ну, так скажем, выражал своими словами, то естественно, если, то заметьте, тут прямая, прямая пропорциональная зависимость. Если убийство овечки хорошо, значит, убийство Христа хорошо. Но зачем сравнивать убийство Христа с убийством ягненка, если убийство ягненка, это хорошо, в жертву Богу, тогда и убийство Христа хорошо. Зачем вообще сравнивать Христа, убитого, с жертвой Бога, если жертвы были плохо, или наоборот хорошо зачем сравнивать время что там соответственно нестыковки получается если вы жертву животным хорошим называете тогда и жертву христа иудеи в жертву его принесли богу убив да они же в жертву кому принесли они его убили для того чтобы да он не богохульничал чтобы народ божий не ушел от бога они сделали хорошее дело тогда тогда все да ну а если это не так вы считаете что это убийство и христа плохо так тогда и убийство животных плохо то что здесь идет прямая зависимость что сделали точно так же как убивают несчастное животное это тоже очень важные такие моменты да возвращаемся на прощальный ужин на сам то есть мы с вами видим что иисусу не угодно это жертва это вот знаете вообще вот этот не зря он идет у нас с вами в принципе последний можно сказать по евангелию ну хоть и предпоследний формально последний ролик я запишу иисус веган да потому что и мы все свои места разберем я уже об этом вам не раз анонсировал но так конкретно места из писания это у нас такое последнее да и вот этот кстати вот вот именно этот прощальный ужин и якобы этот ягненок убитый что иисус там ел получается ученики его убивали там приносили в жертву скажем да все это потом ели что якобы вот самый сильный момент где можно привязать что иисус до труп ожор его ученики убийцы что вот нам все это можно на самом деле вот этот момент вот этот прощальный ужин тайный вечер как я там религиозники называют ну или хотите празднование пасха даже еще если не забывать о всеми еврейских корнях всех этих событий да на самом деле как раз такой отличный контр аргумента или аргумент для веганов чтобы показать что как раз иисус не был этим мы с вами видим прекрасно что в будущем почему-то христиане ученики христа перестают это делать все апостолы потом перестали делать никаких уже убийств в барашках речь не идет да то есть иисус говорит что он не этот ягненок что ему не нужна эта жертва что он не хочет чтобы его почему я всем когда религиозники со мной вот по этим темам спорят или слушайте ну а чё тогда иисус то ну все бы оставил дал бы новый смысл когда вот это ягненок какой еще идеальный образ животное действительно по плоти и по мы знаем от создания мы такие же животные у нас такая же плоть такая же кровь у нас даже такая же душа животные имеют семейные узы там социальную они матери отцы у них 7 семья там рождение все то же самое как иисуса с хлебом можно сравнивать да я те кто там фанатеет по этой поэтому обряду там вкушение я их так бога божниками кто знает и называют да уж на кого на кого иисус больше похож и действительно все что с ним случилось вся эта жертва о которой он и говорит что вот творите сие вот этот хлеб им подавая да мы с вами не зря вернулись к этому моменту уже о том что только что прочитали иисус взял хлеб благодарив плане упадал сказать это тело мое которое за вас предается сие творите в мои воспоминания но хлеб и убитое животное ушаком бы больше бы христиане ученики иисуса христа вспоминали бы о жертве христа то чтобы он сделал когда бы они дальше продолжали бы убивать на каждый год на пасху животное и вспоминали бы как убивали иисуса да для них бы был самый живой образ тоже конечно же животное больше похоже на человека чем кусочек хлеба то да более того убивая увидели все страдания вспоминали бы страсти христово как есть такое понять страдания христа да вот чем хуже то образ зачем иисус берет этого ягненка пасхального который якобы больше похож на него и сам этот праздник символ оттуда если все это брать как я вам сегодня показал все символичные образы еще исхода и евреев до что праздновать пасху значит празднуют все евангелие теперь только да пусть тоже и на кого иисус больше похож на конечно же мы все с вами как люди все-таки ближе к животным уж на то пошло точно не куску хлеба но иисус этого не делает иисус делает как сами те же религиозники вот заметьте они почему-то теперь год мы празднуем бескровную жертву они так и называют ее ортодоксы протестанты бескровную жертву празднуете такая неужели отсюда надо быть настолько тупым и бессердечным чтобы не сделать из этого правильные выводы что иисус не позволял никому никакую кровь проливать я естественно сегодня напомню о том что иисус это дело не только в последний ужин а в самые первые ужины как только они стали как он призвал учеников сам вышел на проб на служение и они стали вместе ходить проповедовать он их на это служение позвал вы помните от от своих ремесел всех оторвал и они стали все такими странствующими проповедниками и он именно с этого момента стал это делать этот ужин это только в наших сейчас глазах последний там до ученики мы с вами видим и мы сегодня мы же не читаем прям тоже сегодня уж все там ко всей события мечтаем евангелия там как я сказал хотя там две головы мы не читаем полностью даже и синаптийских евангелий эти места вот я вам все это про своими словами рассказываю то есть мы знаем от того кто читал до оттуда что они даже не понимали его хотя он им прямо говорит что все вот на время приходит что мне муж к час арестует они не понимают его до последнего вот это был обычный ужин это была очередная пасха очередной праздник они уже несколько более трех лет ходят проповедуя да и они не знали что точно вот это сейчас случится тем более иудеи боялись с одной стороны схватить его мы об этом тоже читаем да все эти главари там фарисеи вот но мы видим что это в концовке произошло иисус это знал да вот так что это обычный ужин и потому пример все приводил параллель аналогию с тем что мы с вами видим что иисус кто знает от событий когда иисус там изгоняет торгашей из храма вот на такой же праздник на писахе на про когда на пасху он все время ходил в юрсалим сам тон родом как бы не из иерусалима был да и благодаря трем синаптическим евангелиям тут может быть в кавычках благодаря мы знаем что он якобы думал что он это один раздел в трех евангелиях описано это как одно и то же событие потому что там просто три разных автора но одну и же история описывает что да иисус это делал вот вот буквально прям перед этим прощальным ужином когда он приходил этот праздник и там устроил дебош в храме но благодаря евангелия тана мы узнаем что в первый раз как он только вышел на свое служение и более того он именно в первый приход свой иерусалим устроил там этот дебош выгоняя всех торгашей там стал чудеса творить и тогда с того дня началось его служение вот это очень важно понимать да так чё что он делал то в этом храме я тоже напоминаю он оттуда написано всех животных выгнал всех животных всех торгашей тех даже кто голубями птицами торговал сказал все заберите это уберите отсюда чтобы здесь никого в жертву не приносили это очень важно и мы видим что она сделал самом начале значит проводя аналогию да эти ужины были такие это же не прям вот и да все что в этот ужин сказал и дал символ что все-таки хлеб теперь будет это будете обо мне вспоминать да этот хлеб будет символом чего евангелия слова божьего меня моей плоти то есть моей жизни вот а вино будет вас первая чаша видите два раза чашу поднимал первое как чаша радости как вино веселящее сердце второй раз поднял ее и сказал что это будет чаша скорби потому что жизнь ваша путь в царство небесное он да есть такое понятие дай кровь прими дух вот иисус об этом всякого что путь этот крестный узкий тернистый всякий понуждающийся ток восхищает его трудящийся что этот крест и что этот путь несение креста следования за ним все он это об этом говорила он сказал что это чаша в моей крови до которую вы все как мы видим будет испевать да не он один ее пьет он им все дает другого пути нету да попадание в небесное царство вот так вот эти моменты тоже очень все важно мы с вами все видим да что иисус прямо заменяет так называемую этого ягненку на самом деле он заменил никогда он там у них лежал на столе а он с первого дня был веганом и проповедовал веганство очевидно когда своих призвал учеников до запрещала быть не веганами это понятно поэтому они с ним и ходили и все продолжалось до последнего дня и поэтому они просто праздновали пасху праздновать пасху нет ничего плохого нет ничего плохого праздновать новый год день рождения какое-то радостное событие в твою жизнь вопрос что связано с твоим праздником как можно праздновать жизнь символ жизни переход писах из смерти в жизнь да то что их миновала смерть там когда эти первенцы погибали и тут же убивать живое существо конечно же нет никакой тут радости праздника быть и близко не может вот я все свои пометки про прочитаю я может быть немножко нарушил то скажем последовательности стараюсь всегда говорить по сердцу но все-таки тоже кто может доказать что иисус ел мясо если даже она была да не будет этого я пишу как в библии пишется да не будет того да вот но даже если бы она там было и даже если бы это было вообще как и труп ожора я сейчас говорю не там нет это вот был этом в конце заменил пожалуйста он заменил вдумайтесь в то что наверное сейчас она дочитает опять не то пошел ведь она все вы ведь иисус все время нарушал субботу ту же самую он делал не то что делали людей они в субботу одно делали он делал абсолютно другое творил добрые дела они там исполняли законы обряда моисея вот все это дури который там пона придумали а он не это он по субботам добрые дела творил причем то считаешь как и в любой другой день игру что это суббот не имеет никакого значения вас должна быть теперь вечная суббота каждый день с понедельника по воскресенье весь этот закон моисея да вам сказано око за око зуб за зуб а я говорю вам подставив щеку себе да щеку кто тебя ударил да и кто у тебя там что-то отбирает отдай отбирать верхнюю одежду отдай рубашку ему и нижнюю кто мог пасе помешать ему не есть мясо и даже в этом лежал бы кто сказал что на уел нет да и с рыбы на протяжении всего евангелия кто поймут уже о рыбе вопрос тоже забрали то же самое мы всегда видим выбор помимо рыбы есть еще что-нибудь хлеб и мед чего мы решили что иисус все съедал что ему подавали они выбирал что есть но об этом я уже о выборе тоже много раз говорил но здесь даже этого нет это я еще писал давно эти комментарии я в принципе уже давно так скажем готовился к этим роликами статье страницу я давно уже делаю да мы давайте еще почитаем в день празднования пасхи надлежала заколать агнца и на этом на это автором не случайно сделан акцент я просто себя предочитаю чтобы ничего не забыл чего я хотел сказать то акцент но иисус и его ученики не делали этого мы видим хлеб и вино очевидно что иисус от начала учил о веганстве как как не относили ко всему живому иисуса дело не в первый раз и и заменил мясо на хлеб в первый совместных в первых совместных трапезах ибо синаптический евангелий нам тоже казалось что дебош в храме иисус устроил один раз но благодаря евангелия тана узнали что он сделал прямо в начале своего служения то есть об этом я прочитал я об этом вам все сказал что хотел вот я когда помню религиозникам еще не было у меня вот всего этого собрано еще не было такого плейлиста всех этих роликов а теперь и сегодняшнего ролика где в принципе все еще раз все это показал более подробно рассказал о празднике я утрили тогда им отвечал слушайте вдумайтесь в то что когда вы там варить ой да можно вот животных убивать там эксплуатировать пожирать их не трупы после убийствовать пожирать их не там продукцию после их эксплуатации посредством эксплуатации заметьте самый святой праздник для евреев да там убивается этот ягненок первен это маленькая безобидно и просто чудное животное да иисус заменяет его даже это сильнейший аргумент вот я говорю наоборот труппажоры думают что они вот это для них аргумент на самом деле ты для них контраргумент это аргумент для вегана показать вот этот прощальный ужин где иисус этого ягненка и праздник пасхи заметьте потом же христиане продолжают праздновать этот праздник пасхи но вкладывая вот именно абсолютно другие уже воспоминания зачем им эти образы уже там ветхозавет на которых я вам сегодня рассказал до вдумываться что там народ и израильские то меня символьно образно одного человека или целый народ пусть теперь новый там кто в христианство входит да и из грешников из язычников становится праведниками изменяя свою жизнь в любовь ко всему живому да зачем мне все эти символ образа если я просто уже вспоминаю когда праздную там пусть раз вот эту пасху да так называемую то есть я праздную что ну что такое опять пасха тогда вот христианская скажите мне сможете дать определение вам скажу это евангелие это новый завет где мне отпраздновать новый завет по ветхий завета то теперь но западе мне новый завет что во в чем он новый завет что я вечен до иисус воскрес что я свободен до потому что он вознесся оставил нас опять здесь выбирать путь жизни до никого не порабощает не авторитетом не силой ничем да ты свободен он те раз показал путь жизни ты сам теперь человек выбирать в те же и какова эта жизнь что я должен избирать абсолютно любовь абсолютно добро потому что иисус это бог любовь он открыл нам что бог это родитель бог это раз родитель значит любовь а значит он это воплотившийся бог любовь и он это своими всеми делами доказал и словами все объяснял все вот что я когда я праздную и развеятель праздную бог любовь которыми иисус открыл что он сам есть бог любовь да потому что бог внутри него отец а он и есть его воплощение мы его образ и подобие, как любовь совместима с убийством. Почему Иисус заменяет этого ягненка? Я, знаете, какую вам сейчас картинку я хорошую слепил? Я вам сейчас ее открою. Это в том, что мы в следующем ролике с вами будем смотреть. Вот я такую сделал, да? Надеюсь, вам она зайдет. Вот Иисус вам выбор предлагает. Вот, любовь или вон та корзинка полная трупов, да? Вот где тут любовь, а где ненависть? Что мы празднуем? Мы Новый Завет празднуем с вами. Мне хочется, конечно, троллик. В принципе, в основном будет христиане там смотреть, религиозники, да? Что вы празднуете в Новом Завете? Любовь или ненависть? Какая там любовь? Это я еще здесь не показываю, потому что нельзя сейчас вставлять все это, что-нибудь там, все эти... Посмотрите фильмы, которые показывают скотобойник. Какой это ужас. Это здесь какие-то картинки такие безвинные, да? Никто не кричит, не вопит, не видишь всего этого ужаса. Но даже они что-то передают. Что ты выберешь? Иисус заменяет это, потому что Его Завет, Новый Завет, Завет Любви никак не ассоциируется. Я говорю, ну вот эти картинки хоть что-то передают. Это никак с этим не ассоциируется, вот с этим трупом валяющимся на земле. Никак это, когда ты берешь и живое существо, у которым бьется сердце, толкающая кровь, которая блеет, да, у которого мама, папа, такие же дети у всех животных этих есть, млекопитающих. Точно такие же, как мы. Какая здесь любовь? Какой Новый Завет можно праздновать, вот это вот сделав? Вы сами когда-нибудь пробовали, мы все время этим религиозникам, вы сами кого-нибудь убивали? Хрюшку, там, свинюшку, коровку, да, кувалды по голове, да, курицы там, холову топором рубят. Вы сами-то делали? Да какой нормальный человек это сделает, и потом у него потом нормального человека годами будет в голове, один раз у нас это сделать, у него будет годами это в голове стоять, он себе место находить не будет. Какой праздник? Какой праздник можно праздновать, когда ты только что живому существу горло перерезал? Ягненку, там, ягню первенцу перерезают, это животное, которое родилось первым, там, да, порой их брали даже, я говорю, невыросшими, там, это же ребенок еще. Как, что можно праздновать? Конечно же, Иисус, все это абсолютно, куда моя картинка-то делась, вот. Неужели только слепой не видит? Слепой только не увидит о том, что Иисус, естественно, был веганом от начала своего рождения. Естественно, когда вышел на проповеди всех своих учеников, естественно, проповедовал веганство, кто принимал и становился учеником. Естественно, это уже было непозволительно, никакие убийства. Поэтому, естественно, возвращаясь к всему этому нашему пасхальному ужину, так называемому, никакого там, это иллюстрация, сами видите, у меня навсегда даже со словами, у меня висит вон, картина вот эта. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, это именно и было сказано. Я говорю, в Евангелии все Марка, Матфея, Луки, как мы видим, одни образы, и только в Иоанна мы узнаем, что там Иисус делал, чему еще учил, последнее наставление Иисуса. Это же слова именно оттуда. Оказывается, дело-то было не в ягненке поесть, а опять посидеть, вспоминать, как там евреи вышли из Египта в Арабском, а потом сами всех порабощать начали. Разве в этом было? Иисус им говорил, что я вам дал пример жизни, именно там все, наверное, в последний раз им говорил, что я и отец одно. Когда его просили опять показать отца ничего не понимающие ученики, он говорит, как же вы не понимаете, я он, видевший меня, видел отца, вы узнали любовь. Бога-любовь, бога-родителя, все. Так что, естественно, никакого там ягненка, который вот тут вот нарисован, да, не говоря уж какой-то образ древней этой Пасхи, да, там не было. Все, что там было, вот какая-то хорошая рестрация, я хочу на ней закончить и остановиться. Вот действительно, все, что там, если уберем всякие, как я уже говорил, понятно, вы думаете, там что, не было фруктов, овощей, фиников всяких, винограда такого обычного, помимо вина. Да, хотя могло быть виноградным, могло быть нет, да, да все там было. Но суть вот действительно вот в этой, посмотрите, какая хорошая тоже иллюстрация. Вот уберу даже все тексты, чтобы не мешало. Вот вся суть прощального ужина. Хлеб и вино, тело Христово, Евангелие, жизнь и учение его, Новый Завет, о чем? О любви, о том, что Бог есть абсолютная, совершенная любовь ко всему своему творению. Я уж не знаю, стоит ли сегодня это видео заканчивать первой главой книги «Бытия», но я вам своим словом скажу, да? Бог создал мир веганский. Иисус, сказано, пришел воссоздать Адама. Адама, воссоздать. Да как же он пришел его воссоздавать, если он не исполняет самую первую заповедь данную в Евангелии? Кушать только то, что растет на деревьях, на земле, там, да. Все, что не имеет сердца, крови, нервной системы. Ничего, что имеет душу живую, а все, что растительная пища. Так как же Иисус пришел воссоздать Адама? Как же он пришел исполнить все, что Отец ему повелел, Бог-любовь? Когда он сказал сам на этом прощальном ужине, он сказал, что он исполнил все. И имя твое, которое любовь, я открыл им, имя твое. Какое имя Бога? Какое Иисус это имя открыл? Родитель, любовь, абсолютная, совершенная, творец всего. Иисус о каждой птичке говорит Бог, Бог не забыл. Вот так вот. Так что о чем еще можно говорить? Этот аргумент о том, что Иисус там якобы был убийцей трупажоры, он абсолютно ложный. Это абсолютно не так. Я всем говорю, это все эти трупажоры, так называемые христиане, это все хулители истины, хулители любви, хулители Бога, который создал мир веганский. Адам должен был развиваться, совершенствоваться в любви, пусть не жертвенный, да, ко всему творению. Все живое, все животные дали ему были во власть, дать какую власть, в какой мы власть у Бога, ну разве Бог тиран, Бог родитель. Значит, мы должны были что с животными делать? Любить их и заботиться, да, радоваться вместе с ними. А во что мы превратили животный мир? Посмотрите на этой земле. Так что вот так вот. Так что какого вот Иисуса выбрать, как я все говорю? Вот это вот, да, зло? Или вот это вот, любовь? Вот сами решайте, что вам выбрать. Я вам предлагаю избрать жизнь, ибо в Царстве Небесное Иисуса Христа, Царство Бога, это Царство Любви. Это Царство Любви. Иисус на этом прощальном ужине как раз что сделал? Сто процентно, совершенно, без всяких, без всяких малейших зацепок убедил нас в этом и явил нам в этом. Он отменил этих барашков и все это убрал. И еще я хочу заметить, я закрыл, да, закрыл Википедию уже. Давайте мы ее вот так откроем сейчас. Вы помните, я вас попросил обратить внимание, что даже Господь так все исторически управил, что даже евреи из-за разрушения этого храма, мы с вами, да, прочитали, так как жертва должна была только в храме проходить, что после разрушения этого храма пасхальное жертвоприношение стало невозможным, и в празднование были внесены вынужденные коррективы. Да, они это сделали вынужденно, они Христа не приняли. Но даже это, заметьте, как Бог все управляет, центральным блюдом праздничной трапезы вместо мяса пасхального агнца стало маца. Заметьте, насколько, и знаете, я этого, кстати, долгое время тоже не знал. Как-то тогда или пропустил, или не помню. Ну, не все же сразу можно, я тоже когда-то что-то познавал какой-то, может, где-то не дочитал или еще, стало маца, то есть манна. Соответствующие изменения внесли в текст читаемых молитв. То есть Иисус, даже это же Божьим промыслом за непринятие Бога Христа, был разрушен, естественно, и сам храм в Иерусалиме, да. И заметьте, евреи с того времени, как они не приняли вот этот Новый Завет Христа, хотя первые ученики и народ, к которому он пришел, ибо неправедники имеют нужду в покоении грешники, да, не приняли его Новый Завет. Иисус все равно его уничтожил, этот Ветхий Завет, что они даже теперь не могут этого ягненка, потому что там по закону он должен только быть вот на святом месте, вот на этом храме, да, закалывать. И у них, хотя у них и так это во всем этом пасхальном ужине, как вы теперь поняли, правильно надо выражаться, конечно, там была, вы помните, это не прямо манна небесная, но символизировала манну, как мы с вами уже выяснили, что это праздник, все эти яркие эпизоды, от ихнего порабощения до входа в землю обетованную, и в том числе питание манны небесной в пустыне, 40 лет, да, они как бы все пытались все это как бы в этот вечер, все это на этом ужине, на столе, как мы видим, эти вещи, они что-то символизируют, да, и теперь они сами, получается, что христиане, для них хлеб, тело Христово, да, что иудеи, хоть и отказались от этого, но Бог все так чудно управляет, что они, они, по сути, Пасху празднуют тоже бескровную жертву, как вот выражаются религиозники, и действительно, они так этим, слава Богу, занимаются, да, но если до них дошло, что если такую жертву Иисус заменил, то чего уж говорить о домашнем, о каждодневном убийстве, Иисус даже не позволил раз в год это делать, убивать бедное животное, якобы во святое дело, попраздновать Пасху, да, это же еще в древности так делали, да, Иисус показал, что это абсолютно все не так, вот так вот, тоже очень важный момент, видите, я сам о нем не так давно узнал когда-то, вот, и был даже удивлен, что вот это, я думал, что они там, может, ну, что-нибудь, ну, или, в принципе, знаете, не фарисей, хотя к иудеям это слово как раз так юродиво звучит, да, потому что там, как раз, есть эти фарисеи, и, может, ну, просто, ну, и что, ну, готовили там так, ну, или я не знаю, что, чем заменили это мясо, ну, чтобы все-таки этот кусок остался, да, вот, ну, чтобы символ, нет, они просто, да, нет и нет, все, и у нас с центральным как бы блюдом и к центральным воспоминаниям теперь как бы вот идет эта манна все-таки, да, это удивительно, удивительно, как Бог все это устрояет, это здорово. Ну, вот такое вот сегодняшнее видео, я надеюсь, оно вам понравилось, ответило вам на все вот эти вот вопросы, хочется мне верить, что кто-то из религиозников услышит, задумается обо всем этом, да, пусть последовательно уже смотря или впервые попав на это видео, ну, а кто еще не убедился или кого-то тянет и хочет дальше во всех этих вещах разобраться, ибо веганство – это неотъемлемая часть христианства, это минимальный фундамент. Убийство животных – это все равно что убивать детей, потому что у них уровень сознания – это дети от трех до пяти лет, это отвратительно и мерзко, и люди такие не войдут в небесное царство, они будут где-то там в какой-то среднем аду или где-то зависнут между адом и раем, да, потому что животные сколько радости доставляют человека, и Бог, прежде чем создать человека, создал растительное, а потом животный мир, который прекрасен, животные очень любят человека, они как дети, они ласкаются, играются, да, поэтому, естественно, эти люди, какие бы они хорошими ни были, даже к людям, в том совершенном небесном царстве рядом с Богом, где все во всем – любовь, они не будут, там животных не будет, они их ненавидят, они их убивают, а если вы говорите, что любите и убиваете, вы просто врете себе и окружающим. Кто хочет разобраться в теме, на моем канале есть раздел «Веганство», на канале «Христалю проповедь и упивающую в пустыне вегана», так я его назвал, есть раздел прям «Веганство», я его сделал, можете его найти, ну и ссылка будет прямо в первом с определенным комментарий, в описании под ролику, в подсказки, я помню, нельзя добавить, но я туда добавляю все эти четыре плейлиста. Первый – это «Веган по сердцу», я его называю, это где не мои видео, не мои проповеди, выступления, лекции, там есть фильмы художественные, документальные, посмотрите их обязательно, клипы, мультики, ну все, что связано, все, что не мое, стихи, песни, все там. Второй плейлист очень важный, посмотрите его, не веган, потому что там ответы на все вопросы, там, а как без витаминов, как там что, как на айс на остров попадешь, и прочие-прочие вещи, да. Все там, и это есть, предки делали, не делали, а как же в блокадном Ленинграде, там все вот на подобные оправдания, людей, не желающих быть веганами, на самом деле просто поторствуя своим похотям, чрево, все, кто трупажор, это обычные чревоугодники, причем они там насутся своими постами, на самом деле их бог чрева, они мыслят о земном, да. «Веган во Христе, где все мои проповеди, как христианина о веганстве, да, вы там найдете, как видите, там уже больше 60 видео еще будет, и плейлист, в который пойдет вот это, в частности, видео, я его так и назвал, «Веган по Библии уже», да, уже больше, тоже будет больше 40, ну, в принципе, вот получилось 40, но еще это сейчас добавится, еще следующий, больше 40 видео получится, то есть, а, еще же здесь будут и апостолы, дальше мы с вами будем читать все, что в апостолах тоже есть, вот больше, здесь больше 50 видео будет, вот, это вот там, кому интересно, все, что по Писанию, все места, которые вы слышали, или сами у вас на памяти, что якобы, а вот же, а как же там, жестокость, или что-то Иисус говорил, или апостолы что-то, ученики Христа что-то делали, причем, что в Евангелии, что, как я вам сказал, анонсирую уже, я там все буду разбирать, что в книге деяний, послания, все там будет, даже туда же я добавлю, не буду отделять, я даже из предания кое-что затрону, из таких называемых великих святых, ортодоксальных, то есть, на то время объединенной православно-католической церкви, то есть, была ортодоксальная церковь, так называемая, даже туда я все это добавлю, там все это найдете. Вот такое видео, надеюсь, вам это было полезно, кому понравилось, ставьте лайки, делитесь этими роликами, всеми моими, на всех ресурсах, какие знаете, ну и в личку с теми, кто что-то там вам говорит против, там веганства, пишите ваши комментарии, мысли, размышления, я все всегда читаю. У меня на этом все, всем пока, напоследок желаю всем сделать правильный выбор и оказаться в любви изнутри, которая из вас выходит и пребывающей в любви пребывает в Боге, и эта любовь просто объемлет всех нас в Небесном Царстве, где будет любовь всячески во всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok